Город Солнечногор был вторым городом, освобождённым в результате контрнаступления. Это для меня было очень-очень приятным сообщением. Я себя морально подготавливала к этому, потому что всё-таки очень важный день. Паспорт получать, больше ответственности, конечно, больше возможностей заодно. Статья 20. Каждый имеет право на жизнь. Мужчины и женщины имеют равные права и свободы в равных и равные возможности для их реализации. Позже подошли к этим двум деревьям. Когда я это всё увидела, извините, у меня сердце в пятки ушло. Ежегодно 12 декабря жители Солнечногорска собираются на Центральной площади, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. В этой колонии сразу несколько поколений солнечногорцев двигаются к братской могиле. В торжественном строю ветераны, представители поселений, учащиеся школ и колледжей. Глава района открывает торжественный митинг. Память всем тем, кто не выжил в этом бою, кто не выжил после Великой Отечественной войны. И почёт и уважение тем ветеранам, которые ещё в строю. После возложения ветераны отправляются в путевой дворец. Представители поискового отряда «Витязь» организовали выставку к памятной дате. На ней представлены предметы периода Великой Отечественной войны, личные вещи, фрагменты снаряжения, обандирования, советские солдаты, каска, стальной шлем. Это образцы пеналов смертных медальонов, то есть как сейчас называются личные опознавательные знаки, то есть алюминиевые. Раньше вот в таких вот, до 42-го года, в таких пеналах, два стандартных, как бы, стандартных, а это вот самодельные. Это вот более раннего образца, ладно, так называемые, а уже более позднее пошли красноармейские книжки. Не все ветераны Великой Отечественной войны находились 12 декабря в Солнечногорске, но хорошо помнят этот день. Я прибыл в Солнечногорск как офицер вооруженных сил нашей страны на курсы выстрелов в 1963 году и буквально сразу начал заниматься историей Солнечногорья. И когда я обнаружил, что город Солнечногор был вторым городом, освобожденным в результате контрнаступления, это для меня было очень и очень приятным сообщением. Кстати, первым городом был Истра. Разница там в часах, но история с историей. Первым городом считается город Истра, вторым городом считается город Солнечногорск. Во время войны добровольно в армию ушло 900 человек, живыми вернулись 30. Всего в Великой Отечественной войне за Россию сражались 12 тысяч солнечногорцев, живыми вернулись 3000 человек. Екатерина Костевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.